Привет, дорогие друзья! Ну что, Украина вступает в ЕС. Слышали о таком? Не, не слышали? Или если слышали, то от кого? Смотрите, я утверждал и утверждаю. Мне кажется, это лучше всего отображает то, что происходит. Еврокомиссии абсолютно насрать на Украину и на украинцев. Что там будет с ними, им плевать. Почему? Потому что, когда ты заботишься о здоровье ребенка, ты запрещаешь ему. Ребенок бьет кулаками по столу, он хочет есть конфеты, к примеру, с каким-то кокосовым, пальмовым маслом. А ты говоришь, нет, нет. А Еврокомиссии, ну то есть ты хочешь, чтобы ребенок вырос здоровый, да? Или ты хочешь что-то в нем исправлять, поэтому ты везешь к врачу. Еврокомиссии абсолютно плевать на Украину и на то, что будет с Украиной. Именно поэтому она дала такой отчет. Им все равно, у вас сильно заботит какая-то Гана. Вы говорите, да, в Гане все хорошо. Ой-ой-ой, там такие свершения идут, демократические все, демократическая Гана. Вам плевать. То же самое и им. Ну и сильно большого праздника, честно говоря, не получилось из-за обнародования этого отчета о том, что все вот так, Урсыла там поулыбалась. Во-первых, Венгрия уже пообещала блокировать путь в ЕС. Но Венгрия тут дело такое, и я убежден, что в Венгрии дадут какой-то кредитик и забудут они о национальных меньшинствах и обо всем остальном, да? Или же украинская власть, они прогнут такие украинскую власть, и те скажут, вот хорошо, венгры, учитесь в венгерских школах и так далее, да? Но есть вещи похуже. К примеру, в ЕС говорят, что венгры не смогут заблокировать поддержку на 50 миллиардов. Поэтому если наложат вето, то Брюссель попросит правительство стран Евросоюза самостоятельно разработать пакеты помощи Украины на ту же сумму. И вот тут уже проблемка получается, потому что так это из общего котла, вроде как и незаметно. Общий котел тоже берется из налогов европейцев. Но когда говорят каждому государству, тут уже своя персональная ответственность. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, а это там Брюссель что-то решает, а мы такие тупорылые, что нас это не интересует. Но когда государство само будет распределять налоги своих налогоплательщиков и отправлять в Киев, это совсем другая история. Германия. Это основной донор ЕС. Пока что. Пока что. Но в Германии вы понимаете, какие сейчас зреют настроения. Альтернатива для Германии на втором месте. И хотя там все говорят, они плохие, они такие, они кривые, они косые, больше 20%. Тут уже надо считаться. И как они смотрят на выделение денег Украине, по-моему, всем известно. В 25-м году выборы. АДГ в Бундестаге раскритиковала выводы Еврокомиссии, указав на несоответствие Украины критериям для вступления. Война, проблемы с демократией, коррупция. Они говорят, что если раньше в ЕС сильно сторонились таких будущих членов, то сейчас расстилают красную дорожку. Но почему это делают? Исключительно по политическим соображениям. Хорошо, допустим, АДГ это маргинал и все. Но Дечи Вэлли провело обзор немецкой прессы. И особой радости там нет. По сути, только нынешняя немецкая власть смотрит позитивно на данное присоединение. У экспертов никакого позитива нет вовсе. К примеру, в АРД назвали обещание данное Украине большим, даже слишком. Поскольку Украина находится в центре разрушительной и затратной войны. До недавних пор говорили, что государственные структуры по меньшей мере проблематичные. Выход на границу 1991 года не является единственным рассматриваемым сценарием. Несмотря на все клятвы из офиса президента, что никто из союзников не сомневается в неминуемой победе. Опасения обозревателей связаны с сельскохозяйственной отраслью. Украина очень большая сельскохозяйственная страна. 27, по-моему, пахотных угодий Европы находятся именно в Украине. Если Украина входит в Евросоюз, наступает трындец для других государств, которые себя до этого считали аграрно мощными. Киев, по сути, выезд полностью все субсидии на сельское хозяйство. В таком случае эти субсидии не получат те, кто сегодня их получает. Можно себе представить, к чему это приведет и какая грызня начнется из-за этого, если грызня началась даже сейчас. Хотя никто не верит в то, что вот это решение Еврокомиссии приведет реально к вступлению Украины в ЕС. Все говорят о символическом же жесте. Журналисты говорят западные. То есть здесь можно привести, процитировать десятки статей, где говорят о символическом же жесте, якобы что Евросоюз не бросит Украину. Это был символизм. Диевельт схожего мнения, что надежды не оправдаются из-за несоответствия критериям. Что бы там ни говорил Зеленский про борьбу со старым миром или что, на самом деле коррупция ни для кого не является секретом. Колоссальная коррупция, клиентизм они это называют как-то еще в статье. И помимо всех субсидий на сельское хозяйство, Украина выезд, также фонд, который создан для помощи беднейшим государствам Европы. В издании считают, что лучше дать то, что в МИД раньше называли членством второго сорта. Боррель, помните, говорил, что нет, 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 тут нет такого второго сорта, первого сорта, это вступление, это вступление, да фиг там. На самом деле предлагают поступить по-честному, не лелеять какие-то мечты о вступлении, а дать доступ к таможенному, да, союзу, как бы это странно не звучало. Вот, и частично к сельскохозяйственному рынку, выход на сельскохозяйственный рынок частично, потому что из-за этого взводит та же Польша, будет такие палки, вот такие полена вставлять в колеса. Ну, короче, призывают быть честнее, а не рассказывать байки. ФАС тоже рубит правду матку, что рекомендации продиктованы геополитическими соображениями, символически подчеркнут, что ЕС не хочет оставлять Украину, Молдову и Грузию беспределу российского реваншизма. Так что, если вы думали, что в Брюсселе сидят особо умные чиновники, которые что-то там рассчитывают, просчитывают, сверяют циферки, их интересуют какие-то там запросы, так нет. Там сидят тупорезы, которые вот таким вот образом отправляют просто сигналы поддержки. Хочешь ты отправить сигнал поддержки, открытку пришли с видами Брюсселя. То есть, если бы не политика в чистом виде, геополитика, то Киев никогда в жизни не мог бы рассчитывать на такой жест доброй воли. Никогда в жизни, экономически никто не готов. Коррупция, правоохранительные органы, суды. Все эти отчеты ими можно подтереться. Еще одна немецкая газета называет рекомендации Еврокомиссии символическим жестом. Присоединение не произойдет по нажатию одной кнопки. Это продолжительный процесс, который будет длиться годы. И Урсуле фон дер Ляйен следовало бы назвать сроки. А не делать идиотов не только из украинцев, которые реально посчитали, что это что-то значит по договоренности с Зеленским. Но и не пытаться сделать идиотов из действующих членов Евросоюза. И если у немцев смешанные чувства, то западные Балканы откровенно злые. Они 20 лет ждут. И только Босния и Герцеговина, которая находится на грани распада, имеет надежды на начало переговоров. Там утверждают, что в Албании условия ничуть не хуже, чем в Молдове. Я, кстати, в это вполне верю. Что Албания, что Молдова, в общем-то. А балканские страны, которые уже урвались, если выбили, так вот в Германии просят не торопиться, а открывать дверь постепенно, потому что, ну, прямо говоря, рухнет весь ЕС. Теперь обратите внимание, это еще речи о серьезном вступлении не идет. Болтовня о вступлении, Зеленский может щеки надувать, может у губы щелкать языком. Но это все фонарь. И это только еще какой-то 150-й шаг и идти десятилетие. А уже такой срач начался. Да. Извините, если кого-то расстроил. Пока.